Третье место. Вавилон. Ирфан, профессор, преподавал в экономическом университете. У него прекрасная жена и маленький сын, в которых он души не чает. Но однажды вся его жизнь идет под откос. Из университета увольняют за идеологические взгляды, а сын подхватывает тяжелую болезнь. На его лечение нужна крупная сумма. Однако у Ирфана после увольнения образовалась плохая репутация. Его не хотят брать на работу. Ради сына Ирфан вместе со своим другом решаются на авантюру, на мошенничество с недвижимостью. Все складывается удачно. Ирфан и Эгемен зарабатывают большие деньги. Да вот только они не на того напали. Мафиозники не простят им свои деньги. С одной стороны их ищет полиция, с другой – мафия. Теперь Ирфан должен вылечить сына, не попасться в руки мафии или полиции. И в то же время, начинают раскрываться тайны прошлого. Второе место. Дом, в котором ты родился, твоя судьба. Любой психолог знает простую истину, что шрамы, боль и потрясения, которые остаются от детских травм, так просто не проходят. С ними приходится жить всю оставшуюся жизнь. Именно наши детские травмы определяют нашу дальнейшую жизнь, делая нас или исследователями, или злодеями, героями, трусами, добрыми или злыми. Главные герои сериала – Мигди и Зейня. Эти две израненные души обретают друг друга. Вместе им предстоит написать очень непростую любовную легенду. Эта история, рассказанная из реальной жизни. Еще в детстве мальчик из трущоб влюбляется в ту самую девушку за стеклом, которая живет роскоши, но имеет очень сложную судьбу. Первое место. Стужа. Ферузи и Аяз. Двое молодых людей, несущих ответственность за свои семьи, безумно влюбляются друг в друга. Но по настоянию матери Аязу приходится бросить Ферузи и обручиться с той девушкой, которую она выбрала. Однажды происходит несчастный случай на стройке, где работает отец Ферузи. Его обвиняют в гибели 13 человек. Ферузи, закончившая юридический университет, посвятившая себя защите прав и честности, старается доказать несправедливость вынесенного обвинения и доказать невиновность отца. На пути к правде Ферузи вновь сталкивается и Аязом, который как оказывается и есть владелец той самой строительной компании и имеет отношение к несчастному случаю. Перед Аязом стоит сложный выбор, кого он должен выбрать, семью или любимую. Сколько раз можно пожертвовать любовью? Субтитры создавал DimaTorzok